Ребята, вечная тема. Xbox против PlayStation. Что же лучше? Что брать? Как же выбрать? Вообще, эту тему обсосали уже, кажется, абсолютно все мировые наши ютюберы. И сделали это абсолютно со всех ракурсов. Но! Кажется, один момент все они упустили. Ежемесячная подписочка. И по секрету скажем, что в разговоре о этих двух консолях это вообще самая важная вещь. И именно отталкиваясь от нее, вы в итоге и должны сделать свой выбор. С другой стороны, у Xbox камера лучше. Но у PlayStation съемный жесткий диск. Что думаешь? Ног вообще не чувствую. Ежемесячная подписка это такая очень интересная штука, которая кажется выгодна для всех. Итак, производители, в частности Sony и Microsoft, должны постоянно зарабатывать на своих пользователях. Ведь консоль они продают вам лишь один раз. Да, выпускаются их новые версии, но все же, огромным корпорациям этого явно мало. Итак, пользователь привязывает данные о своей банковской карте к игровому аккаунту. И как в случае с PlayStation 4, так и в случае с Xbox One с него ежемесячно снимается сумма примерно в 10 долларов. Звучит немного стрёмно, но поверьте, по-другому в этом мире никак. За эти деньги пользователь каждый месяц получает около 4 бесплатных игр как для старого, так и для нового поколения консолей. И вот на этом месте совпадения заканчиваются и начинаются различия. PlayStation 4 считается более крутой платформой для геймеров. И глядя на ту же ежемесячную подписку, становится понятно почему. Давайте посмотрим, какие игры там представлены на октябрь месяц 2017 года. На PlayStation нам предлагают старую, но абсолютно топовейшую игру Metal Gear Solid 5, которая даже сейчас, по прошествии солидного времени, продается по цене в 30 долларов. Вторая игра попроще, это сборник ужастиков под маркой Amnesia, но тоже неплохо. А вместо игры для старого поколения, в PlayStation в этом месяце сделали ход конем и предлагают абсолютную новинку под названием That's You. С этой игрой в Sony вообще продвигают целую новую технологию PlayLink. Суть абсолютно всех игр с поддержкой этой фичи в том, чтобы приобщить к играм не геймеров. Вам не нужен геймпад, не нужны игровые навыки, только смартфон и немного желания. В случае с That's You, что от вас потребуется, так это хорошенько поиздеваться над фотографиями своих же друзей. Смотрим, что у Microsoft. Первая игра по списку это Oxenfree, довольно неплохая оригинальная адвенчура с налетом мистики. Но это точно не высокобюджетная игра за 30 и даже не за 20 долларов. И подойдет она далеко не всем. Следующий тайтл имеет схожую родословную. Gone Home это также далеко не новая и не самая высокобюджетная игра. Она, кстати, подойдет еще меньшему количеству людей, поскольку здесь придется много бродить по очень темному и настроенному, не самым позитивным образом, старинному дому. А если мы посмотрим на прошлые месяцы, то ситуация для Microsoft усугубится еще больше. В августе Sony бесплатно раздавали Infamous Second Son, который, кстати, каким-то чудом можно бесплатно скачать до сих пор. Для тех, кто не в курсе, на старте появления Sony это была одна из игр, которая и должна была продавать эту консоль. И еще чуть раньше игроки получали в подарок Until Dawn. Кинематографичный блокбастер ужастик и еще одна игра, ради которой многие и решались на покупку именно этой консоли. Да, все это эксклюзивы. У Microsoft за последние месяцы ничего особо интересного не было, и такая ситуация повторяется, да бляха, испокон веков она повторяется. Знаю, многие из вас на этом месте могут завопить, да нафига мне вообще ваша подписка, вот куплю себе консоль, а потом буду покупать только то, что мне захочется. Корпорации подумали про таких, как вы, практически не дают и шанса на подобную деятельность. Суть в том, что подписка это не только доступ к шаровым играм, это еще и доступ к онлайн. В случае с PlayStation еще есть исключение, и вы сможете найти с десяток популярных онлайн игр, в которые получится играть без дополнительных денежных вложений. А в случае с Microsoft все это вообще на ультимативных основах. Учитывая, что сейчас практически все игры завязаны на онлайн составляющую, единственный совет, который мы можем дать, периодически отключать оплату, если вы знаете, что долгое время не будете пользоваться консолью или гамать в онлайн. Подписка полезна тем, что каждый месяц с ней вы можете покупать любые проекты по существенным скидкам. Здесь Sony, кстати, тоже впереди, поскольку предлагает более существенные скидоны на более новые игры. Многие из вас наверняка задаются вопросом, ну а что, Xbox One совсем мертвый? Ну а мы ради приличия скажем, что работы ведутся. Но работы эти они, знаете ли, такого рода, ну вот, ну вот примерно как в Украине дороги ремонтируют. В частности, с недавних пор в Microsoft ввели программу Season Pass, по которой вы ежемесячно получаете доступ к примерно сотне игрушек. Вот только самое крутое, что здесь есть, это такие игры, как Mad Max, Dirt Rally и Dead Rising 3. Все остальное с приставкой на любителя. Да и эта подписка, конечно же, за дополнительные деньги. Пока здесь нет игр, ради которых стоит этим заморачиваться. Надеемся, наш сюжет все-таки поможет вам сэкономить немножко денег. К тому же, если вы все-таки решитесь на приобретение консоли, то ваш выбор точно будет легче, чем у Шелдона Купера. Дело в том, что тот же Xbox One официально в Украину не поставляется. Да это просто знак божий. В общем, приходите к нам в магазин и определяйтесь. Нам кажется, что ваш выбор, он в любом случае, должен быть больше связан с тем, какую именно версию Соньки взять. Старую, новую или может замахнуться даже на ее Pro-версию. А также, какие к ней взять аксессуары. В общем, приходите, все подберем, все расскажем, все покажем. Фундук UA. Вся сила в ядрах. КОНЕЦ Отлично. У PlayStation 4 более четкие и гладкие линии. Не может быть! Так и есть. Но больше размер Xbox One возможно предотвратит перегревание. Ну да, кто же захочет, чтобы игровая приставка перегрелась? Вот именно, никто не захочет. Плюс ко всему этому к Xbox One прилагается Kinect. Прилагается? Именно прилагается.